Тема, с которой мы хотели бы начать нашу информационную вахту, это Трамп. И поговорим об этом кандидате на пост президента Америки с Русланом Осипенко. Это дипломат, эксперт-международник, он уже присоединяется к нашему эфиру. Приветствую. Доброе утро, Руслан. Руслан, смотрели сюжет, и вот хочется понять, вот эти 355 миллионов долларов штрафа, которые приписали Трампу как штраф, и вот эти судебные процессы, насколько они действительно повлияют на избирательную кампанию, ну и на сам рейтинг и имидж Дональда Трампа? С одной стороны, системные элиты Соединенных Штатов понимают фактор Трампа, что он может подорвать демократию изнутри, как правильно было сказано в сюжете, и пытаются, так сказать, его сдерживать через суды. Но действительно, я согласен с тем, что сказано было в сюжете, что Трамп это просто делает хайп на результатах суда, независимо от того, там они отрицательные или позитивные, и там хайп, и там хайп, и это только прибавляет, так сказать, рейтинга Трампу. Почему? Потому что есть запрос в обществе на популизм. Очень много накопилось проблем в обществе, которые долгое время системными элитами не решались. И Трамп обещает простые решения по сложным вопросам. В один день решу украинско-российскую войну, решу проблему с границей и так далее. Это нравится глубинному, скажем так, народу Соединенных Штатов, потому что Трамп, что самое главное сделал Трамп? Он положил на весы, на чаши весов две вещи. Демократию и цену жизни обычного гражданина Соединенных Штатов. И это уже преступление. То есть он сравнивает демократию с ее обязательствами, внутренними, внешними, ценностями. С обычной жизнью, так сказать, сколько стоит у вас бензин, сколько будет стоить хлеб и так далее. Естественно, тут выбор естественен. Люди будут выбирать хлеб. Они не хотят разбираться ни в демократии, ни в геополитике, ни в какой-то там внешней политике Соединенных Штатов. И с моей точки зрения это уже есть преступление, когда вы подшовываете народу вот такие сравнения. И поэтому, конечно, Трампа будут тянуть, народ будет тянуть. И народ будет выходить на демонстрации, когда Трампа будут пытаться элиты сдерживать. Народ будет выходить для того, чтобы поддерживать, потому что они считают, что это народный кандидат, который должен сломать вот эту систему, когда элиты меняются в руководстве страны между собой. Но ничего с их точки зрения, ну, глубинного народа, не делают для народа Соединенных Штатов. Они считают, что Трамп придет и сломает эту систему в интересах народа. Но они глубоко ошибаются на самом деле. Конечно, прекрасно понимаем, что даже тот же хлеб, о котором говорит Трамп и зрелище, это неотделимое в американской политике от ее влияния в мире. На этом, в принципе, и основана ее экономика и суть национальной безопасности. Напомню нашей аудитории, что 15 февраля Палата представителей Конгресса ушла на каникулы до 28 февраля. То есть никакого голосования за этот проект закона, который предусматривает 60 миллиардов долларов помощи Украине, не будет. Происходит это систематично. И вот Владимир Зеленский недавно сказал после встречи с вице-президентом США Камилой Харри, что США перестанут быть стратегическим партнером Киева, если прекратят оказывать Украине помощь. Добавил, конечно, что такой сценарий Киев не рассматривает. Скажите, Руслан, как вы думаете, на каком-то этапе может эта популистическая риторика разойтись действиями у Трампа или нет? Он такой, что вот то, что думает, то и говорит. Я думаю, что все-таки сдержки, система сдержки противовесов, которая работает в Соединенных Штатах, она окажет какое-то влияние, но не кардинальное. Не кардинальное влияние. Трамп очень импульсивный сам по себе политик, непредсказуемый. Это говорят, это не я говорю, это говорят многие эксперты, в том числе европейцы это озвучивали. И они уже напуганы приходом Трампа, потому что политика Соединенных Штатов будет непредсказуемая, учитывая его первый срок, когда он сорвал договора про свободную торговлю с Европой, вводил там экономические барьеры для многих европейских товаров, которые поставлялись на рынок Соединенных Штатов. Мы знаем историю его с требованием по отношению к членам НАТО, странам-членам НАТО, что я не буду вас за счет налогоплательщиков Соединенных Штатов, обеспечивать вам безопасность в Европе, вы сами должны платить за безопасность. В общем, риторика, которая не способствует солидарности, скажем так, евроатлантической. Но есть Конгресс, мы видели, как прореагировал Конгресс, когда Трамп заявил о том, что он готов вывести американские войска с европейского континента. Конгресс сразу отреагировал и продемонстрировал, кто принимает решения кардинальные стратегические в стране, запретив каким-либо президентам, независимо это будут там демократы или республиканцы, единолично принимать решения вот такого плана стратегические, там, по выводу американских войск, например, из Европы. Поэтому, да, будут пытаться элиты сдерживать, но учитывая Трампа, который пренебрегает законом и сейчас, и ранее, так сказать, ну, ситуация будет непростая, честно говоря. И действительно, изнутри, может быть, основы демократии, вот эти ценности, на которых она базируется, они могут быть подвержены сомнению, скажем так, во время правления Трампа. Вот есть еще такое заявление, бывший член республиканской партии Шалис Чейни заявил о путинском крыле этой полисилы в республиканской партии. Как вы считаете, вот это путинское крыло, насколько оно имеет вес и насколько оно может разрастись? Я считаю, что оно уже себя проявило, это путинское крыло. Я об этом говорил ранее, что Трамп и Путин, они координируют свои действия. Но это мое личное мнение. Посмотрите, почему я сделал такой вывод. Трамп использует Путина, а Путин использует Трампа. Каким образом? Трамп, значит, Путин сказал, что он хочет мира перед Мюнхенской конференцией, перед саммитом НАТО и в вот этой предвыборной гонке. Дав инструмент Трампу, то есть подтвердив слова Трампа, зачем переводить за рубеж десятки миллиардов долларов, когда у нас не решены вопросы внутри страны. Только дурак, как говорил Трамп, будет голосовать за помощь и вывод денег налогоплательщиков куда-то за океан, на помощь Украине. Зачем это делать, если я за один день могу это решить? И Путин подыграл Трампу, сказал, да, я хочу политико-дипломатического урегулирования этого вопроса. В свою очередь Трамп отправил Такера Карлсона к Путину, который является головорезом, скажем так, начал агрессивную войну. И он его начал отмывать, предоставив фактически ему сцену, арену перед западной аудиторией, для того, чтобы он донес какие-то свои месседжи. И вообще идея была отмыть вот этого головореза перед западной аудиторией и показать, что с ним можно договариваться. Можно посадить за стол переговоры и говорить о каких-то там вариантах окончания войны. То есть уже мы видим негласную такую виртуальную координацию действий. Затем реакция вот этих мага, путинское крыло, так называемое, которое, я так понимаю, Лиз Чейни назвал вот этих трампистов, Make America Great Again, которые не прореагировали на смерть Навального. То есть Трамп вообще не прореагировал. Вся элита мира бросили конференцию и начали писать там везде в сетях о смерти политического оппонента Путина и окончании, скажем так, эпохи политической борьбы, возможной политической борьбы в России. Но Трамп никак не прореагировал. И трамписты никак не прореагировали на это. Это говорит о том, что для них это приемлемо, значит. Если убили оппозиционера и убили, там, ничего страшного. У нас тут суды, у нас тут свои дела. У нас дела поважнее. А там, что за океаном творится, нас это не касается. Это говорит уже о форме поведения Трампа изоляционистской. Даже если он разделяет, так сказать, мнение всей элиты и недоволен, но он не сказал об этом, это значит, что вы будете проводить изоляционистскую политику. А изоляционистская политика не предусматривает поддержки союзников и союзов. Конечно же, это месседж для тех же европейцев, для Украины, для всего мира. Как будет вести себя Трамп-президент? И поэтому Лиз Чейн правильно сказала, что она теперь боится, что вот эта группа мага, чтобы она не привела своего президента и не заняли западное крыло Белого дома, как она сказала. То есть, чтобы не стал президентом представитель этого крыла. Потому что тогда будет полная координация действий и тогда пострадает вся демократия во всем мире. Но если смотреть на всю ситуацию, знаете, со стаканом, который наполовину полный, то Европа все-таки включается активнее с такими месседжами Трампа. Будем в этом видеть определенный оптимизм. Потому что они-то точно понимают, что такое российская агрессия. И вот с более, конечно, пессимистическим настроем все это обсуждалось на Мюнхенской конференции, что, наверное, важно в виде реальность. Спасибо вам большое, Руслан, за то, что объяснили важную эту тему в нашем эфире. Дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко был в эфире телеканала Freedom. Спасибо.